Всем здравствуйте! Минувшим днём Санкт-Петербург отмечал день рождения, и петербуржцев с Днём города поздравили многие звёзды в соцсетях. 59-летняя журналистка Елена Ханга опубликовала у себя в микроблоге в Инстаграм фото с 19-летней дочерью Елизаветой Анной, отметив в геолокации город на Неве. Прежде снимки девушки долгое время не появлялись в микроблоге её мамы, так как единственная дочь Елены с прошлого года учится в США. Ханга призналась в любви Санкт-Петербургу, назвав его одним из самых красивых и романтичных городов России. Телезнаменитость поделилась воспоминаниями о том, как в детстве часто приезжала в северную столицу. «Одно из самых ярких ранних воспоминаний – первое посещение Эрмитажа и человек, в которого я была влюблена в детстве. Именно он придумал двойное имя Лиза Анна для моей дочери, и сейчас мы всё ещё дружим», – рассказала Елена. Отметим, что Елена родила дочь в браке с политологом Игорем Минтусовым, в союзе с которым она живёт уже больше 18 лет. Их чувства прошли проверку временем в самом начале романа. Дело в том, что Елена не сразу приняла предложение Игоря стать его женой. Они познакомились в студенческие годы, и Ханга между замужеством и карьерой выбрала последнее. После многолетней разлуки Минтусов снова предложил ей руку и сердце, получив согласие. Добавим, что Елизавета Анна появилась на свет, когда телеведущей было 40 лет. Ханга назвала дочь в честь своего тренера по большому теннису, тем самым определив её судьбу. Любовь к этому виду спорта Елена и передала дочери. Лиза Анна в детском возрасте взяла в руки ракетку и до сих пор не охладела к ней. Летом 2020 года Ханга сообщила в микроблоге в Instagram, что девушка отправилась учиться в США, получив спортивную стипендию. Спортивные стипендии от университета в США – это шанс бесплатно или почти бесплатно получить образование в Штатах, параллельно занимаясь любимым видом спорта. Это очень мощная мотивационная программа, но требования отбора также очень серьёзные. Академические экзамены и высокий спортивный международный рейтинг. За этими словами стоят годы упорных тренировок и напряжённой учёбы. Но это по силам и доступно любому целеустремлённому ребёнку из любой страны мира, рассказывала Елена в соцсети. По словам Ханги, у Елизаветы Анны появился шанс получать хорошее образование бесплатно и профессионально заниматься любимым видом спорта. При этом Елена призналась, что им с мужем было трудно отпускать дочь за океан. Свои эмоции попытаемся скрыть за цитатой Маркеса. Кто хочет удержать, тот теряет. Кто готов с улыбкой отпустить, того стараются удержать, комментировала Ханга отъезд дочери в США. Напомним, Елена прославилась как ведущая телеканала НТВ, где вела программы про это и принцип домино. После окончания факультета журналистики МГУ Ханга стажировалась в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах. В 2020 году Елена Ханга стала вести YouTube-канал Хангость. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.